Здравствуйте, дорогие соотечественники! 15 декабря 2022 года, время Парстане 17.15. У меня очередное интервью. Сегодня будет интервью с адвокатом Армана Жумагадиева, известного сейчас в СМИ и везде публикуют, Дикий Арман, адвокат Евгений Яворский. Это шимкинская коллегия адвокатов, да, я так правильно понял. Евгений, здравствуйте. Да, абсолютно. Здравствуйте, Ержан, абсолютно правильно. Я из Шимкента, родом сам. Ну, мы знаем, что я Арман, тоже из Шимкента. Я недавно, значит, в Фейсбуке увидел, вы даете интервью, хотите достучаться до общественности, беру жоптеса. В отношении вашего подзащитного творится несправедливость, на ваш взгляд. И вот я вам позвонил, Евгений, давайте на эту тему поговорим, поставим общественность в курсе. То есть, все события, которые происходят с январскими делами, они сейчас ведутся секретно там. Суды проходили, такого освещения яркого нет. Ну, и здесь я, насколько понял вашу мысль, что Армана Жамагадеева хотят сделать крайним в этой кровавой войне. Я слово передаю вам. Что вы хотели... Большое спасибо, что вы проявляете такой интерес, потому что, к сожалению, я пытаюсь выйти на наше журналистское сообщество, но в силу непонятных причин тема как бы не очень поднимается нашими коллегами и журналистами. Это первое. Значит, что на сегодняшний день происходит? У Армана Жамагадеева в декабре месяце родился ребенок, и он прилетает сюда к своей супруге по поводу такого приятного события. Никаких январских событий он не планировал. Я сам живу в Казахстане, и когда я справлял Новый год прошлый, я и подумать не мог, что в январе у нас такие события будут. Вот. Наверное, усталость людей от беззакония, от отсутствия справедливости. Все видят, как определенная группа владеет основными средствами, которые природа наградила богататную землю. Вот этот газовый, так сказать, вопрос, который подняли газ, наверное, спровоцировал как детонатор всего этого. Но ни в коем случае ни Арман, ни своими действиями никак он это не делал. Это мое глубокое убеждение. И это не только мое убеждение, это факты. Это мы все видели, как происходило. Теперь то, что происходило именно с ним, значит, мы тоже в Ютубе достаточно материала о его выступлениях на площади, в частности, да, где он вызывает людей к единству. Он говорит, что он, ребята, ну нельзя заниматься мародерством. Он говорит абсолютно правильные и справедливые вещи. Он выступал даже, что в отношении Шалкетт надо говорить, давайте сформулировать какие-то мысли и их передадим на лежачем виде. Он никого не организовал на вот эти беспорядки. Он пытался с людьми разговаривать в то время, когда государственных органов фактически не было нигде. Не было никаких сотрудников, не было сотрудников государства. Никто с людьми не разговаривал в те исторические дни. Это тоже факт. И вот начиная с того времени, как его задержали, задержали его за незаконное хранение оружия, значит, имеет место со стороны, я считаю, как вот, такого непонятного блока. В отношении его напитает ситуация, что он какой-то отрицательный персонаж. Я с этим не согласен. Он достойнейший сын своего народа. Он настоящий бадыр. Он не испугался январских этих событий. Стреляли автомат, его могли убить. Ну, объективно надо смотреть на эти вещи. Потому что история все равно расставит все это на свои места. История, я уверен, скажет, что он был достойнейшим бадыром вот в этих дни, в частности. И то, что ему сейчас меняется, обменяется, значит, незаконное хранение оружия, как сказал, да, и организация массовых беспорядков. Это были первые статьи, которые ему до сентября как бы менялись. Квалификация была. И сущность моего выступления была в пресс-конференции, то, что генеральный прокурор, выступая в Мажелисе, в парламенте, называет его без приговора суда, без вступившего закона, нарушая презумпцию невиновности. Это делает не только он, кстати говоря, это делает ряд ответственных таких государств, там, замок представителя КНБ, начальник спецпрокуроров. Буквально вчера и позавчера была пресс-конференция генеральной прокуратуры, которая опять-таки называет его, как бы там, значит, и фамилию, имя конкретно, понимаете, как будто бы уже это установлено вина. Вот, Ежан, смотрите, если генеральный прокурор страны называет какого-то человека конкретно, соответственно, что всем нижненадзирающим прокурорам будут передвигаться с удовольствием. Это право блока, да? И отявлением облегчения генерального прокурора, я считаю, что он превысил и злоупотребил своими служебными полномочиями. Моё заявление, значит, центральная антикоррупционная служба перекинула в генеральную прокуратуру. То есть, на кого я жалуюсь, кого я прошу привлечь, они перекидывают его в генпрокуратуру. Такая же участь в моем заявлении, которое я написал в Сенат наш, тоже я, говорю, описал всю эту ситуацию, приложил в видео генпрокуратуру, значит, и тоже перекидывался в генеральную прокуратуру. А с генеральной прокуратуры порядка полтора месяца нет ни ответа, пока не приведут. Там полная тишина. Ну, я понял, смотрите, Евгений, прецедент создаете, на генерального прокурора хотите уголовник возбудить. Прецедент создаете. Евгений, если мы говорим о новом Казахстане, о справедливом Казахстане, то я считаю, те, кто надзирает за законом, в первую очередь должны его соблюдать. И соблюдать конституцию и презумпцию невиновности, которая, чёрто говорит, человек может быть объявлен только по приговору суда, вступившим в законность. Да. Полностью согласен, Евгений. И полностью согласен, да. В теории презумпции невиновности никто не может быть признан виновным, иначе, как по вступившему в законную силу приговору суда. Этот генеральный прокурор не хуже знает эту теорию, но тем не менее он делает, производит действия, которые, как вы говорите, подпадают под уголовную статью, превышение должностных полномочий оказывает давление на следственные органы. Время прошло, время проходит, на ваше заявление не отвечает. Если так и будет тянуться, так они тактку займут защиты, что вы будете делать дальше, чтобы прокурора... Ну, везде есть свои сроки, везде есть свои сроки. Должен быть какой-то ответ, в любом случае, положительный, либо отрицательный. Если я получу отрицательный ответ, мы будем его обжаловать в условном порядке. Это однозначно. Ну, и я также оставляю право обращаться в международные организации, если, к сожалению, мы здесь не сможем найти денег по справедливости. Ну, смотрите, Евгений, я никоим образом не сомневаюсь в вашей юридической компетенции. Наверное, знаете, что Казахстан не подписал международные договора о том, чтобы наши дела, споры, уголовные рассматривались в европейских судах. Вот этот Назарбаев заблагородивительно позаботился, чтобы себе геморрони делать, который сделал себе Путин. И постоянно российские эти приговоры судебных органов России в Европе рассматривали и по носу Путину щелкали все время. У нас этого нет. Поэтому то, что вы говорите сейчас, жаловаться будут международные суды, оно, ну, может быть, вы немножко их хотите попугать. Или как это? Или я что-то не понимаю? Нет, нет, я поясню вам. Значит, я не сказал, что я буду жаловаться международной суды, потому что вы правы. У нас такой технической возможности нет. Я сказал, что я буду жаловаться международной правозащитной организации. Есть просто ряд организаций, участниками которого мы и являемся, кстати. Ну, он... Ну, то есть, если... Против этой, там, против этой организации, типа, да? Есть комитет по защите прав человека и так далее. То есть, есть определенные правовые организации, а не суды. По судам, конечно, перспектив никаких нет. Я с вами соглашусь. Смотрите, вы рассказали, что применяют, значит, незаконное хранение оружия и массовые беспорядки. Сейчас планируют какие статьи еще предъявить? Сейчас следственные органы и прокуратура какие статьи еще хотят именить дополнительно? Которые вас возмущают? Уже в мини-27 сентября ему ОПГ. Это, значит... Организованное. Преступная купаль. Да. И где-то неделю назад нам, буквально, вчера, позачера у нас была квалификация новая. Значит, бандитизм. Бандитизм. Тоже хотелось бы сказать, значит, чтобы было поднимание предотвратительно, потому что детально... Но сама фабула объединения очень такая, знаете, интересная, я не могу о ней не сказать. По ОПГ. Надо сказать, что Арман до вот этого, до 27 сентября ни разу за ОПГ не привлекался. Поэтому, когда в феврале и в марте выступают, что он там ОПГшник и так далее, это не соответствует действительности. Это очень важный факт. Теперь, значит, смотрите, из предъявленного нам в сентябре, как бы, квалификации преступления указывается так, что в 2005 году Арман, 85-го года, ему было 20 лет в 2005-м году. Значит, в 2005-м году у Армана возникает умысел на создание преступной группы с высокопоставленным, значит, работником правоохранительных органов. И он до 2016-го года этот умысел вынашивает. То есть, представляете, да, они... Долго, долго готовятся унашивать, да. Да, потому что он только унашивает и познакомится. И в 2016-м году он знакомится, значит, с закрестителем руководителя 5-го управления, и они создают с 2016-го года по 21-й конец самую серьезную преступную группировку Казахстана. Есть плену Верховного суда, который требует... Писать, какие конкретно преступления, рука как-то сделала. Вот нету в постановлении квалификации, ничего абсолютно по этому вопросу. Потом я вот еще назначаюсь тому, что все-таки Арман это патриот, и батыр своей земли, он был вынужден жить за пределами страны. Если бы он создал такую преступную группу самую серьезную по покровительствам силовиков, наверное, он жил в Казахстане, правильно? И, наверное, БАК. Поэтому говорить, что он с 2016-го года по 22-й был в ОПГ, тоже, я считаю, да. Я понял вас. Нет, нет, заехать он не мог. Следующий момент. Я, например, запрашиваю официально бумагу... Да, слушаю. То, что запрашиваю бумагу должностной, и на этом что-то прервалось. Вы расскажите мысль, чтобы мы поняли, что вы хотели сказать. Да, я хотел бы закончить, например, самоквалификацию. О том, что говорится, да. Вопрос ставится, например, вот, заместитель начальника этого управления Центрального фрата КМБ, я считаю, не располагать таким образом, чтобы во все правоохранительные. Это значит, если по логике следственных органов идти, значит, как минимум, начальник 5-го управления, в 2015 году, а то замбойцов для Барри... Должны были знать об этом, которые, к сожалению, пока никто не замечает. Ну, я надеюсь, мы все равно в конечном счете будем услышаны. Я понял, смотрите, это шито белыми нитками, на ваш взгляд. А у вас нет такого, знаете, Евгений, что вот это ОПГ шьют, бандитизм шьют, просто у них вот эти сроки содержания по тем статьям уже вышли, им нужно продлевать, и вот чтобы только продлевать, они вот это вот лепят, ОПГ и бандитизм. Понимаете мой множество? Я с вами согласен, потому что по первым вот этим статьям, которые как бы ему вменяют, значит, максимальный срок нахождения под стражу и предварительного следствия был 9 месяцев. Когда подходил к итогу, они дали ОПГ. Я с вами согласен, это дело, чтобы их держать... Здесь они вот эти процессуальные нарушения, которые они сейчас проводят, они хотят вот так обойти, ход конем делают. Теперь возвращаясь к этим незаконным хранениям, массовой беспорядке. Я так понял, за 11 месяцев они овинения не предъявили, в суд не передают, нет оснований, нет доказательств, да или как? Ну пока еще нам ничего не предъявили, пока есть просто постановление квалификации, пока еще... Как я понимаю, они не все следствия, но есть следствия. Понятно. Смотрите, времени больше, чем достаточно было, да, уже предъявлять обвинения, в суд передавать, но стоит, буксует. Суд пока дело не направлено. Да, и здесь я вот хочу на что мысль направить вашу, как защитника, адвоката. Имеются параллельные дела, ведутся. Карим Масимов, против министра обороны Мурат Бектанов. Ну и другие там, я сейчас всех не могу перечислять, да. Я вот что хочу вам предложить, адвокатам этих подзащитных. Имеет смысл на площадке этого ютуб-канала моего вот эти вопросы? Можете повторить? Ничего не слышно было, интернет помог, Павел Иванович. Смотрите, я говорю, вот сейчас, я что вижу, правоохранительная система работает на то, чтобы сфальсифицировать уголовные дела. Генеральный прокурор открыто нарушает нормы закона нашей страны, давит наследствие и они назначают ответственных за январские события. 238 человек официально только расстреляно. Здесь вот привлекает этого Харяца от Балдыра, там защищение какое-то, хотя он, я считаю, организатор. Здесь вот это Карим Масимов непонятно, потом замы его. И здесь вот каждого отдельно-отдельно они так ведут, и все закрыто, засекречено. Здесь, я считаю, не имеет ли смысл адвокатам Армана Джумагальдиева, Карим Масимова, Мурат Бектанова, министра обороны и других заинтересованных, в том числе родственникам полковника Азамата Ибраева, который умер при невыясненных обстоятельствах, родственникам Жаната Сулейменова, начальника ДВД Тараза, который якобы самоубийством закончил. Вот этот вопрос вынести на общественную площадку. Вы уже начали, вы обратились в бюро в Жовтисо, вы понимаете, что там о справедливом разрешении спора, это дело, речи быть не может. Вы начинаете бить на бат, в Жовтисо обратились, журналисты на другом вращались, они убежали. Я предлагаю площадку своего ютуб-канала, чтобы мы вот юристы, адвокаты вот этих людей подследственных, чтобы они выносили на общественную среду, потому что иначе я вижу, вы не добьетесь справедливости, потому что попирает закон самым грубым образом, и кто попирает? Тот, кто должен надзирать прокуратуру, наделена Конституцией, полномочиями, осуществлять назор за законностью, за соблюдение законности. А именно прокурор сам это умышленно нарушает. И здесь, иначе как общественности, мы не имеем этой возможности поднять. Я вот предлагаю, обращаясь вот через это видео, к адвокатам, еще раз повторюсь, Карим Масимова, Мурат Бектанова и вот других людей, которые находятся под следствием. И я вижу их, по отношению их следственные мероприятия ведутся таким же образом. Смотрите, в Украине 24 февраля война началась. Сейчас в условиях войны следственные органы, правоохранительные системы Украины выявила нескольких преступников, задержала, осудила в мае месяце еще. А у нас никто войну нам не объявляет. Все есть участники. Допроси, адвокаты пусть участвуют. Ну что-то мешает. Значит, есть какие-то силы, которые вы прямо указали наверху, которые не хотят, чтобы справедливость вас расторвала. Здесь я не выступаю ни защитник Маармана, Жемоговидьева и еще кого-то. Моя цель обеспечить справедливое расследование суд. Как гласит римский постулат, пусть рухнет мир, но восторжествует справедливость. И вы, как адвокат, вы тоже правильно говорите. Если Арман за что-то виноват, пусть он несет ответственность за то, что он виноват, а не за то, что ему хотят пришить. Так же и другие товарищи. Потому что, назначив этих людей крайними, они хотят увести главных виновников этой трагедии. этого массового убийства граждан. Ну, в завершение, в 18 минут в эфире, пару минут ваше мнение, Евгений. Я с вами соглашусь по многим позициям. Ержан, я считаю, что дело массивного необходимо тоже рассматривать публично. Мы все граждане, мы все в праве знать, что произошло. Вы правильно сказали, что там огромных людей погибло количество. Надо понимать, кто несет за это тоже ответственность. Надо четко понимать это все. А вот эти предлоги там, это секретно, это совершенно секретно, я считаю, по данному делу неуместна. Общество в праве знать о том, что произошло в нашей стране. Это были переломные моменты для страны. И я вас полностью здесь поддерживаю. Давайте вы умеете работать для того, чтобы эти проблемы озвучивать. Да, вот, друзья, Евгений, как грамотный адвокат, правильно говорить, к секретности никакого отношения не имеете. Секретность, если, допустим, шпионов судят, разведчиков судят, или там изнасилование женщин малолетних, да, где там, ну, нельзя разглашать данные. Здесь никакой секретности не идет. Есть агрессия, есть убийства, массовые убийства, массовые беспорядки. Здесь, наоборот, нужно обеспечить максимальную прозрачность. И вот здесь мы, вот, я только что сделал обращение, я надеюсь, что люди услышат, адвокаты, да, но если не адвокаты, которые знакомы с законом, знают пределы, в которых они могут работать, да, здесь то, что я предлагаю, и то, что уже адвокат Армана Жемагодиева Евгений Яворский уже применяет, выходит на площадку бюро Жовтиса и бьет на бат, это уже, само говоря, это путь, который только один, который позволит надеяться, добиться через давление общества, чтобы правоохранительная система работала в рамках закона. Мы ничего лишнего не просим. Мы же не говорим, Арман, там, это выпускайте, там, это выпускайте. Обеспечить справедливое расследование дела следственными органами, ну и, естественно, беспристрастный суд. А если прокурор давит, завтра, не дай бог, Тухаев, как два года назад, когда 20 какого февраля Дулат Агадил умер, через два дня выходит у нас президент и заявляет, Дулат Агадил умер из-за остановки сердца, делать иные выводы, значит, противоречить истины. Тем самым я сразу сделал заявление в тот же день, что это превышение должностных полномочий, оказывание давления на следственные органы, на судмедеэкспертизу. Здесь все должны быть равны. Мы же, раз называем себя развитой демократической страной, мы видим, что руководители Израиля, развитой страны, Южной Кореи, все отвечают перед законом. И когда Евгений Яворское заявление подал, сразу должны были по факту возбудить уголовное дело, а не отсылать вот эти антикоры прокурору. Если противогенерального прокурора дали, если он совершил преступление, как он сам себя будет делать? Это же лимитарно. Поэтому здесь мы видим, без общественного давления это не обойдется. Но я к жертвам обращаюсь от этих январьских событий. Ну а нам, да, вот общество, вот таким образом начать работать совместно. Потому что иначе мы справедливости не добьемся. Не для Армана Джамагадеева. Еще раз повторюсь, я его не общественный защитник, не адвокат. Но Арман Джамагадеев должен ответить за то, что он сделал, а не за то, что ему хотят это, ему пришить. И сделать крайне. Другие фигуранты этого дела. Вот мои телефоны. Плюс 39 377 083 27 83. В первую очередь адвокатам этих граждан я обращаюсь. Ну, Евгений, слово передаю вам заключительное, подытожьте наш разговор. Большое спасибо, Евгений, большое спасибо за такую позицию вашу, за то, что вы интересуетесь, поднимаете, поддерживаете. И я думаю, мы все вместе сможем сделать нашу страну самой лучшей. Какие новости будут, ставьте в курс, в любое время выходите. Евгений, будем это освещать. Ну, я надеюсь, ваши коллеги воспримут наше продолжение всерьез и тоже подключатся к такому разговору. Благодарю за внимание, друзья. Благодарю вас за разговор, Евгений, что вы делили время. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.